Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Договорились буквально через месяц установить здесь видеокамеры наблюдения, подключить их к системе «Безопасный регион». Токаревский пруд попал в региональную программу «Сто прудок и озер». Для граждан существует ответственность от двух до трех тысяч рублей. Кому доверить вывоз строительного мусора, чтобы потом не платить штраф, разбиралась Луиза Егия-Зарян. Живу через дорогу, через дверь. Хочу здесь. Новый коллектив. Думаю, все будет хорошо. В микрорайоне Зенина начала свою работу новая поликлиника. Сан Саныч, вы как человек позитивный, разносторонний, творческий. Я всегда уйчусь. У вас взгляда на жизнь, подхода, потому что у вас всегда улыбка. Персональная фотовыставка Александра Рожникова проходит в Центральном парке. А теперь обо всем подробнее. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств подвели итоги работы за отчетный период. С докладами спикеров ознакомилась Луиза Егия-Зарян. За неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкая поступило более двух тысяч обращений. На территории вслуживания ведомства зарегистрировано 20 преступлений, 15 раскрыто по горячим следам. Что касается работы сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, то за последние семь дней они осуществили 40 выездов. По городу Люберцы. 13 августа, 12 часов 29 минут. Город Люберцы, поселок Томельный, микрорайон птицефабрика, дом 11. В одной из квартир на втором этаже обгорела газовая колонка на площади 0,5 квадратных метров. Система ЖКХ городского округа Люберцы работали в штатном режиме. Ресурсоснабжающие организации продолжают готовиться к отопительному сезону. Он стартует уже через месяц. В плановом режиме идет замена лифтов в многоквартирных домах. В этом году обновлению подлежит 16 подъемников. У нас в городском округе Люберцы порядка 3809 лифтов. С 2014 года в рамках программы фонда капитального ремонта заменено 663 лифта. Лифты мы меняем со сроком эксплуатации свыше 25 лет. На сегодняшний день при реализации программы и замене данных 16 лифтов в городском округе Люберцы лифтового оборудования со сроком эксплуатации более 25 лет не будет. Благоустройство территорий, прилегающих к шести железнодорожным станциям на финишной прямой. Эта работа проводится в рамках совместного транспортного проекта Москвы и Московской области МЦД-3. На станции Люберцы реализованы работы по созданию комфортных пешеходных маршрутов для пассажиров, а также комфортной зоны для прогулок и ожидания транспорта в зелененных территориях. Такие территории организованы рядом с домами 749 на Волковской улице. 2 сентября пройдут праздничные мероприятия, посвященные 400-летию Люберец. Концертная развлекательная программа ждет жителей всех поселков городского округа. Основными точками станут центральные Наташинские парки, а также площадь перед администрацией. Кульминацией праздника станет салют. В поселках он прогремит в 21.00, а в городе в 22.00. В округе реализуется оригинальный проект «Сто прудов и озер». В этом году в программу по очистке водоемов попал пруд на улице Старая в деревне Токарёво. Работы по благоустройству там уже идут полным ходом. Топляк, упавший из деревьев, ветки, бытовой мусор и даже мебель. В очистке от посторонних предметов Токарёвский пруд нуждался давно. И вот уже больше недели водный объект приводят в порядок. Местные жители приложили к этому усилия. Активно проголосовали за благоустройство пруда на портале Добродел. В ночное время здесь часто были машины, которые сгружали мусор несанкционированный, когда жители не видят. И поэтому вода, конечно, была страшно загрязнена. Дно было очень жутко загрязнено. И, естественно, раньше здесь купались дети, раньше здесь было чисто. И вот сейчас, конечно, здесь можно находиться только рядом. А, естественно, уже войти в воду было очень и очень опасно. Чтобы как следует очистить водный объект, подрядчики привлекли многофункциональную самоходную установку класса «Амфибия». Эта машина способна работать в любых труднодоступных местах. В прошлом году летом нас пригласили жители сюда показать пруд и сказать о своем желании его почистить. Место действительно очень красивое. Пруд Русловой находится на реке Кобылинка. И мы вместе с жителями постарались внести его в программу «Стол прудов». Кроме очистки водного объекта, предусмотрены работы и вокруг него. Территорию пруда избавят от аварийных деревьев и мусора. На встрече с главой округа Владимиром Волковым жители внесли ряд предложений. Договорились буквально через месяц установить здесь видеокамеры наблюдения, подключить их к системе «Безопасный регион». И, конечно же, жители попросили дополнительные планы по благоустройству. Где-то лавочки поставить, где-то урны. Мы это все рассмотрим и с общественным советом примем правильное решение и реализуем его. Работы по очистке Токаревского пруда завершат 20 августа. Всего за последние три года по региональной программе на территории городского округа Люберцы привели в порядок пять водных объектов. В Люберцах прошел рейд по выявлению серых водщиков. Это недобросовестные предприниматели, которые оказывают услуги по вывозу строительного мусора, но вместо специальных полигонов везут его на ближайшие контейнерные площадки либо в лес. Сотрудники администрации совместно с полицией провели контрольную закупку и проследили за дальнейшими действиями нарушителей закона. А сколько вы готовы оплатить? Такой вопрос от возчика строительных отходов уже повод задуматься о легальности его деятельности. У лицензированных организаций есть установленные тарифы на оказание услуг. В итоге за вывоз строительного мусора у девушки попросили 3000 рублей. В назначенное время к дому подъехала белая газель. Двое мужчин загрузили отходы и, как выяснилось во время слежки, раскидали их на муниципальных контейнерных площадках. Несостоявшихся бизнесменов отвезли в Малаховский отдел полиции и составили на них протокол. Административное наказание за выбор строительных отходов на контейнерных площадках или рядом с ними грозит каждому нарушителю. Для граждан существует ответственность от 2 до 3 тысяч рублей. В случае повторного совершения в течение года данного правонарушения от 3 до 5 тысяч рублей. Если данное правонарушение совершено юридическим лицом, то штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Если повторное совершение данного правонарушения в течение года, то от 250 до 400 тысяч рублей. Чтобы избежать штрафных санкций и не стать виновником образования стихийных свалок, необходимо обращаться только в специализированные организации. Список добросовестных ввозчиков в строителях отходов опубликован на сайте Министерства ЖКХ Московской области. Если мы говорим про строительные отходы, то это отходы от капитального ремонта, то есть от сноса зданий, от разбора внутренних стен, кирпичей, бетонной. И, соответственно, заказывая вывоз строительных отходов у проверенных перевозчиков, мы можем быть уверены в том, что эти отходы не осядут в ближайших лесах, полях, в виде несанкционированных свалок. В дальнейшем строительные отходы отправят на специализированные комплексы, где их должным образом переработают и утилизируют. Что касается крупногабаритного мусора, такого как мебель, бытовая техника или отходы от текущего ремонта, то его вывозом занимается только региональный оператор «Экалайн-Воскресенск». За всеми разъяснениями можно обратиться в свою управляющую компанию. Луиза Игия, Зарян Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. Подходит к завершению капитальный ремонт образовательных учреждений. 1 сентября после обновления свои двери вновь откроет 46-я гимназия. Какую работу осталось выполнить строителям, узнала наша съемочная группа. До старта нового учебного года остались считанные дни. Капитальный ремонт одного из старейших учреждений округа на заключительном этапе. Строители укладывают плитку, завершают чистовую отделку помещений, устанавливают двери, светильники и розетки. Большую работу проводят не только в самом здании гимназии, но и вокруг него. Мы расширили плац, вход при школе, в два раза его увеличили. Делаем дорожку вокруг школы, которой не было раньше. Теперь асфальтовая дорожка будет замыкать полностью контур школы. Будет резиновое покрытие спортивной площадки. Произведено озеленение будет. Вырублены старые деревья, которые уже были в плачевном состоянии, так скажем. В настоящее время на объекте в две смены трудится около ста человек. После того, как они завершат работу, в гимназию завезут новую мебель и оборудование. Все этапы капитального ремонта под контролем властей и надзорных органов. Работы проводились в течение всего летнего периода, в каникулы, пока дети находятся на каникулах. Проведена замена кровли, замена всех инженерных сетей, укреплены проемы, окна, двери, укреплены перекрытия. Школа построена была очень давно, порядка 85 лет назад. И, конечно же, перекрытия в том числе были деревянные. Масштабная реконструкция проходит в рамках госпрограммы образования Подмосковья. Кроме 46-й гимназии в этом году в проект попало еще одно учреждение в Малаховке. Дошкольное отделение 52-й школы. Его открытие тоже состоится 1 сентября. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Почта России запустила новый формат отделений. Популярные почтовые услуги совместились с полноценными пунктами выдачи заказов маркетплейсов. Подобный объект появился и в городском округе Люберцы. Насколько востребовано такое решение для жителей, узнала наша съемочная группа. Новинка от Почты России появилась в начале августа в жилом комплексе Люберцы парк. Ключевое отличие такого отделения в том, что помещения разделены на две зоны. В одной части клиенты смогут получать и отправлять посылки, письма, оплачивать счета и переводить деньги, а в другой забирать заказы с маркетплейса. А продавцы в свою очередь отгружать товары в дальнейшую доставку. Чтобы людям было, во-первых, а, удобно, б, комфортно, ну и, соответственно, получили тот перечень услуг, которые мы можем предоставить. А ответ жителя, да, соответственно, оставление каких-то положительных отзывов, это уже говорит о том, что мы идем правильно направлять. Ближлежащие застройки данного квартала, это все наши, вот, порядка 15-16 домов. Вы обратите внимание, да, все определенные маркетплейсы уже здесь находятся, ну и как-то без почты. Почта тоже должна идти много со временем, тоже здесь находится. С новым форматом работы ознакомился глава Люберец Владимир Волков. За две недели около 500 жителей воспользовались услугами этого отделения связи. Всего на территории городского округа работает 26 филиалов Почты России. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Долгожданное событие для жителей микрорайона Зенина. На территории жилого комплекса Люберца начала свою работу поликлиника на 600 посещений в смену. Медицинскую помощь там готовы оказать и взрослым, и детям. На торжественном открытии нового объекта побывала Луиза Игия Зарян. Ключ от новой поликлиники официально передан медикам. С сегодняшнего дня люди в белых халатах приступают к своим обязанностям на новом рабочем месте. Поздравить врачей и жителей округа с этим событием приехала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Очень здорово открывать объекты здравоохранения в таком качестве уже. То есть мы с Андреем Юрьевичем утверждали стандарт, наверное, в 2021 году. Стандарт подразумевает не только красивые стены, брендбуки, цветовые гаммы и так далее. Но, конечно же, это удобное расположение кабинетов, чтобы наиболее массовые кабинеты находились на первых этажах. Комфорту пациентов действительно уделили особое внимание. Здание оборудовано лифтами и пандусами. Имеет два входа для разделения потоков людей. Тяжелое медоборудование размещено на первом этаже. Визуально красиво, аккуратно. Тут живу через дорогу, через две. Хочу здесь. Новый коллектив. Думаю, все будет хорошо. Кабинеты поликлиники оснащены по последнему слову техникой. Есть все необходимое для качественной диагностики и лечения пациентов. Это и ультразвуковые аппараты, это и эндоскопическая техника, это и тяжелое оборудование, рентген на два рабочих места, флюорограф, маммограф и дентальный аппарат. Конечно же, здоровья желаем абсолютно всем нашим жителям, но рано или поздно мы обращаемся к врачам. И, конечно, приятно, когда рядом с домом есть объект медицинский, куда можно прийти, обследоваться, получить помощь в случае какого-то недуга. Взрослые и детские блоки разделены отдельными входами. Штат сотрудников двух отделений поликлиники, терапевты, педиатры, профильные специалисты и медсестры практически укомплектован. Набор медицинских работников продолжается. Наша поликлиника рассчитана на 600 посещений, в том числе 150 посещений нашего детского населения. Мы оказываем здесь прививочную работу, забор анализов крови, делаем обследование. Прием осуществляют педиатры, в том числе узкие специалисты. 10-12 педиатрических участков. На каждом участке должно быть от 800 детей. Поликлиника будет обслуживать более 45 тысяч пациентов. Обратиться за медицинской помощью сюда могут жители микрорайона Зенина, а также Красной Горки и деревень Машкова, Матякова и Марусина. 15 августа жители Люберец сдавали донорскую кровь для пациентов Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского, в котором проходят лечения участники специальной военной операции. Как прошла акция, расскажем в сюжете. Донором может стать любой здоровый человек от 18 лет, весом более 50 килограммов и не имеющий противопоказаний. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины – не более четырёх. Между донациями должно пройти не менее 60 дней. Это, наверное, мой пятый раз. Сдавал до этого в институте. Каждый раз, когда к нам приезжали, брать кровь, никогда не отказывался. Кровь нужна всегда, я думаю. Поэтому грех не поделиться тем, что у меня есть. Для организма хорошее обновление. Считаю, это нужно делать, всем советую. Ничего от этого человек не потеряет. За первые два часа в Люберцах донорскую кровь сдали более 100 человек. Многие приходят семьями. Среди постоянных участников акции – сотрудники Люберецкого городского жилищного треста. Мы всегда откликаемся, когда нас зовут. У нас очень много почётных доноров. Сегодня у нас порядка 50 человек пришло. Добрый позыв – помочь, откликнуться. Поэтому мы и здесь. Не остались в стороне и сотрудники Люберецкой областной больницы. Ольги Поселяниной – третья отрицательная группа крови, которая подходит для переливания людям с любой группой крови. За свою жизнь была донором крови и плазмы более 40 раз. К донорству я пришла очень давно, когда мне было ещё 17 лет. Перед поступлением в медицинский институт я впервые сдала кровь, чтобы помочь человеку. И с тех пор сдаю регулярно. Поскольку мы военный госпиталь, потребности в крови есть. И для того, чтобы было достаточное её количество, мы постоянно проводим эти акции. Мы их проводим как в военных частях, поскольку мы военный госпиталь, так и в настоящее время во многих гражданских организациях. В день проведения акции донорскую кровь сдали 162 человека. Банк крови пополнился более чем на 70 литров. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Молодёжный актив городского округа встретился с участниками специальной военной операции. Ребята узнали из первых уст о буднях российских военнослужащих на передовой и могли задать вопросы героям. За беседой наблюдали и мы. Очень долго супругой занимались гуманитаркой. Ещё и на входе, когда работал, возил туда. Долго я смотрел, присмотрелся. У меня, если честно, всё это не дает, вот эта вся ситуация. Потому что общество в то время очень сильно разделилось. И все это в октябре от прошлого года собрала еще и ушло. Я войну встретил в самом Донецке. Мы как раз привезли туда гуманитарную помощь. Когда мы ехали туда, в Донецк, там за пару дней до начала СВО, мы видели, я вышла в гуманитарку со своими товарищами, и мы видели бесконечные вереницы автобусов. Там все знали, если мы сейчас не начнём, начнут они. 24 февраля 2022 года были на самом деле очень смешные чувства, я думаю, у тех, то, что для меня, для обычного человека. Естественно, сразу начал поддерживать наших, следить за всеми новостями. Что там, как, в один прекрасный момент, без всякого боевого опыта, я взял и поехал туда. Все трое ушли в зону проведения СВО по зову сердца. Сейчас люберецкие бойцы в отпуске. Но и здесь, дома, они выполняют важную миссию. Рассказывают молодежи правду и объясняют, почему приняли решение стать добровольцами. Два года назад, когда президент принял решение, решение правильное абсолютно, мы его полностью поддерживаем. Других и не могло быть, и на начальном этапе разного рода были мнения. Сейчас мы уже все абсолютно как общество консолидированы и понимаем, что шансы другого не могло быть. Если бы не мы там, то, соответственно, всё бы это было здесь. Во время беседы защитники поделились историями с передовой. Рассказали о самых запоминающихся фрагментах. Не помню название деревни, когда заходили в Луганскую область. Местные жители, так скажем, кто сразу к нам подъехал, говорят, ребята, сопроводите, чтобы мы выехали отсюда, потому что там были обстрелы, ночью небо, как звёздные войны, куча дронов. Подразделение 752 стояло насмерть, давая время нам и мирным жителям отойти. Мы отошли, закрепились вот на Сватово-Кременном рубеже, и они уже разбитые, не до конца, но мужественно, исполнив свой долг, и только по приказу они отошли за нас. И мы уже встретили, но мы уже были подготовлены с окопами, уже и пополнение пришло. В один из дней ко мне подошла бабушка, обычно, может, ну, лет 75, может быть, 80, обняла меня и сказала, слава Богу, вы пришли, мы вас так долго ждали. Вот этот момент мне очень сильно запомнился. Я смотрю на эту разруху, на этот хаос, и думаю, вот человек рад, что мы здесь. Значит, это не просто так всё. В дискуссии также приняла участие Екатерина Скорикова. Уроженка Луганской области сегодня руководит пунктом сбора гуманитарной помощи в Одинцовском округе. В качестве волонтёра она была на передовой более 30 раз. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 25 люберецких подростков отправились на ежегодный военно-спортивный слёт. В течение недели они принимали участие в спортивных соревнованиях и осваивали военно-прикладные дисциплины. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Более 10 лет слёт проходит в Центре военно-патриотического воспитания молодёжи. Программа расписана на каждый день. Уже в первой ребята продемонстрировали своё мастерство в строевой подготовке, показали умения в разборке и сборке автомата. Мне очень нравится собирать, разбирать там всякие разные оружия. Ну, получаю удовольствие от этого только. Я думаю поставить какой-нибудь свой рекорд, но пока только учусь. В процессе военно-патриотического воспитания ребятам показывают фильм о любви к родине, самоотверженности, о вере в себя и свои силы. Много времени отводят для спорта. Канатный парк, пейнтбол, полоса препятствий, настольный теннис, футбол и скалодром. Это весело на самом деле. Ну, тут вообще тоже круто. Вон там, посмотрите, картинг, пробежка каждое утро. В основном это очень крутой лагерь. Мне очень тут нравится на самом деле. Он приобрёл новых друзей и старых нашёл. Приходят ребята, играем с ними в футбол, готовимся, так сказать, к матчу, чтобы выиграть кубок. Строевая выправка, умение выполнять команды, мастерство перестроения, командный дух и сплочённость. Одним словом, здесь они готовятся и к службе в армии. То, чему вы здесь научитесь, обязательно вам пригодится в жизни. Так что старайтесь. И самое главное вообще в жизни – это уметь обучаться. Потому что не знаешь, как жизнь повернётся, в какую сторону. И самое главное – делать всё в этой жизни честно. И тогда всё обязательно получится. Подобная практика существует в Люберцах с 2010 года. За это время такой способ перевоспитания молодёжи дал положительные результаты. Занятия им все нравятся, на занятия они идут с удовольствием, довольны. Такие элементы военной подготовки, как строевая подготовка, они и развивают слаженность подразделений, слаженность военнослужащих между собой. В прошлом году ребята, которые были, уже некоторые из них в рядах вооружённых сил выполняют свой долг перед Родиной. И, соответственно, им, конечно же, это помогает. Они уже более адаптированные приходят. На военно-патриотические слёты отправляют ребят в возрасте от 14 до 17 лет, которые стоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Многие подростки, которые ранее бывали на таком слёте, встали на путь исправления и продолжают заниматься спортом. Штраф за переход железнодорожных путей в Москве и Московской области вырос в 15 раз. Теперь нарушители правил безопасности будут платить не 100, а полторы тысячи рублей. Такие меры приняты для предотвращения травматизма и смертности на опасных участках. Но, как показал очередной профилактический рейд, большие штрафы пугают не всех. Станция Люберцы-1 – один из самых оживлённых участков казанского направления. Большой поток пассажиров и, соответственно, большое количество нарушителей влекут за собой печальную статистику. В этом году 8 человек получили здесь тяжёлые травмы. Виной тому – несоблюдение правил безопасности. Зачастую несознательные граждане осуществляют переход железнодорожных путей в неустановленных местах. Также используют проломы в ограждениях для того, чтобы попасть на станцию и без билета достигнуть пункта своего назначения. По сравнению с прошлым годом количество смертей на железной дороге существенно сократилось. Если в 2022-м на территории округа было 12 таких случаев, то за 8 месяцев этого года пока только 3. Добиться такого результата удалось благодаря профилактическим мероприятиям. Для профилактики, само собой, ведём пропаганду с жителями, с учениками образовательных учреждений. Также заделываем несанкционированные проходы в ограждении железной дороги. Ну и плюс пытаемся высаживать кустарники в панках, где нет ограждения. Вместе с РЖД высадили колючие кустарники. Кроме того, на объектах железной дороги систематически проводят рейды. Сотрудники администрации линейного отдела полиции ежедневно выявляют нарушителей. Здравствуйте. У меня нет с собой. А почему вы нарушаете? Потому что мне так удобнее вот здесь пройти. Вы совершили административное правонарушение. Держим часть, пожалуйста. Мы пройдёмте представление административного протокола. Регулярно проводятся и управлением на транспорте, и нашими линейными подразделениями проводятся рейдовые мероприятия. Они направлены как на пресечение травматизма. Это очень важное направление нашей деятельности, потому что, к сожалению, в наше время это очень нередкие случаи, в том числе и детский травматизм. С 11 августа вступили в силу поправки в Кодекс Российской Федерации. В Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях сумма штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте полторы тысячи рублей. Наказание в виде предупреждения уже не предусмотрено. Профилактические акции «Переходи по правилам» сотрудники госавтоинспекции проводят регулярно. Однако, как показывает практика, даже на регулируемом пешеходном переходе происходят дорожно-транспортные происшествия. Почему, выясняла наша съёмочная группа. Пешеходный переход на улице Инициативной к станции Люберца 1. Первое интенсивное движение и транспорта, и пешеходов. Здесь есть не только зебра, но и светофор. Что может быть проще – красный стой, зелёный и ди. Но даже таким простым правилам следуют не все участники дорожного движения. Сегодня мы будем проводить профилактические беседы с пешеходами, с детьми, а также взрослыми о неокоснительном соблюдении правил дорожного движения. Как правильно переходить проезжую часть по пешеходному переходу. Также всем участникам акции будут выданы световозвращающие элементы в виде наклеек. И тематические листовки по правилам безопасного поведения на дорогах. В рамках акции инспекторы ГИБДД обращались к пешеходам и объясняли им, какие опасности могут ждать пешего участника движения при переходе проезжей части и как их избежать. Что вы должны первым делом сделать, подходя к пешеходному переходу? Посмотреть на светофор. Посмотреть на светофор, да. Если горит зеленый пешеходный светофор, то мы можем идти. Просто идти или как? Посмотреть по сторонам. Подходя к пешеходному переходу, не забыть посмотреть по сторонам, а также убедиться в безопасности своего перехода. Кроме того, объясняли, почему необходимо исключать такие отвлекающие от дороги факторы, как наушники и сотовые телефоны. Луиса Егия, Зарян Ирина Иванова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Большой праздничной спортивной программы отметили в Томилине День соседей. Мероприятие организовали люберецкие депутаты и управляющая компания «Содействие». Как прошёл праздник, расскажем в сюжете. Что с соседями обычно делаем? Дружим? Дружим. Гуляем. Чай пьём, заходим? Да. Ну и, конечно, подарки дарим друг другу, правильно? Правильно. Главное – жить в дружбе, главное – общаться и главное, конечно, знать своих соседей, для того, чтобы наш город становился красивее и комфортнее. Во дворе на улице Гоголя собралась детвора со всей округи. Каникулы в самом разгаре. А значит, время познакомиться, играть в подвижные игры и развлекаться с аниматорами. Мне это самое лучшее время года. Я создала все то, что открыли фонтан, столько много взял. Праздник очень классный. «Теперь мы будем с ребятами проводить очень хорошее время». День соседей объединил людей разного возраста и увлечений. По словам депутата Елены Верховых, такие праздники позволяют людям чувствовать единение друг с другом. «В жизни не хватает праздника. Тем более в этот год, у нас 400-летие, у нас на округе, на шестом будет достаточно много таких программ. Я считаю, что люди пусть приходят, знакомятся, а мы, депутаты, как бы подключаемся, чтобы решить какие-то вопросы насущные». Одну из просьб жителей депутаты исполнили. Во дворе 48-го дома по улице Гоголя отремонтировали фонтан. Это еще один подарок 400-летию «Люберец». В городском округе дни соседей будут проводить до конца лета. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. День соседей шагает по Люберцам. Еще одной площадкой празднования стал двор на улице Лорха. Для жителей организовали развлекательную программу с играми и конкурсами. На праздники в Кореневе побывали и мы. Зажигательно и весело начался праздник добрососедства во дворе 15-го дома по улице Лорха. Хорошее настроение и яркие эмоции подарили жителям музыкальные номера творческих коллективов Красковского культурного центра. Для многих праздник был неожиданным, но все с удовольствием провели время в кругу соседей. Мне очень тут весело, очень зажигательно, очень ярко. Мне, наверное, очень песни нравятся. Я люблю танцевать. Все знакомятся, все здорово, потрясающе. И дети радуются. Спортивные состязания, анимационные шоу и конкурсы для детей. Этот праздник жителям Коренева организовали управляющая компания «Содействие» и депутаты. Замечательное настроение, много людей. Очень здорово, что такие праздники проходят во всех дворах нашего городского округа. Люди действительно могут познакомиться, пообщаться и какую-то трудную минуту, возможно, поддержать друг друга. И нам, как депутатам, это тоже очень важно, мы приходим пообщаться с жителями, возможно, получить какой-то наказ. Отмечать День соседей во дворах стала доброй традицией в округе. Такие праздники объединяют и оставляют яркие воспоминания. Все нравится. Очень весело. Нужно почаще таких мероприятий проводить. Я прям за. День соседей объединил более 200 жителей микрорайона. Завершился праздник чаепитием со сладкими угощениями в теплой дружеской атмосфере. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Центральном парке открылась персональная фотовыставка Александра Рожникова. На ней представлена летопись творческой жизни известного российского скульптора. Этот проект люберчанин приурочил к 400-летию родного города и к 40-летию с момента поступления в Строгановское училище. На открытии фотовыставки побывал наш корреспондент. Эти памятники и скульптурные композиции знакомы всем жителям Люберец. Любое творение Александра Рожникова становится визитной карточкой округа. Каждая работа – это целая история, связанная с людьми, интересными фактами и событиями. Все это собрано в личном архиве скульптора, а теперь представлено на общее обозрение. Чем хороша фотовыставка? На ней представлены как работы, так и какие-то очень интересные и, я бы сказал, эксклюзивные фотографии различных событий. Моменты открытия памятников, встречи с интересными, великими людьми. То есть это можно еще и показать наглядно, какая жизнь идет вокруг памятника во время его создания и в процессе его создания. Скульптурные композиции и памятники, созданные Александром Рожниковым, украшают разные города не только в России, но и за ее пределами. И эта фотовыставка – своеобразный творческий отчет за 40 лет. На этих стендах представлена лишь малая часть работы автора выставки. И точного подсчета своих скульптур Александр Рожников не ведет. Но абсолютно точно в Московской области он является рекордсменом. Для своего родного региона скульптор создал более 50 памятников и композиций. Сан Саныч, вы как человек позитивный, разносторонний, творческий. Я всегда уйчусь у вас взгляду на жизнь, подходу, потому что у вас всегда улыбка. Творческих успехов желаю и думаю, что это только середина пути, может быть даже начало. Мы будем ждать и дальнейших работ. А дальнейшие работы уже не за горами. У скульптора много творческих планов, среди которых создание особенной композиции для родных Люберец. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На главной площади перед Люберецкой администрацией состоялся региональный этап всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Турнир провели в рамках Кубка губернатора Московской области. Как прошел праздник спорта, расскажут мои коллеги. Переод на 45 градусов на треху. Бросок самого седьмого номера общит не точно. Соревнования проводят в соответствии с правилами баскетбола 3 на 3. В составе каждой команды по 4 человека. Три игрока на площадке и один в запасе. На самом деле очень понравилось, не ожидал. Думал, что приедем на обычную площадку, а тут прям целый турнир организованный. Ну, атмосфера очень классная. Тут очень много людей, с которыми мы раньше до этого играли. Очень сильные. Так что будем надеяться, что выйдем из группы и продолжим играть. Это соревнование проходит уже второй раз. Первый раз это было в 2021 году. И соревнования были посвящены почетному гражданину Московской области, Давиду Яковлевичу Берлину, который также основал «Спартак». И мы рады принимать здесь 201 команду от 33 муниципальных округов. И, в общем-то, мы стараемся поддерживать реноме спортивного округа Московской области. На турнир приехали баскетболисты из Дзержинского, Щелкова, Сергеева Посада, Матищ и других муниципалитетов Подмосковья. Городской округ Люберцы представили 10 команд. За призовые места состязались и девушки, и юноши. Все очень красочно, весело, музыка хорошая, приятная. Очень хочется поиграть побольше. Для нас важно то, что соревнования такого уровня проходят в Люберцах. Люберцы – это территория спорта. Каждый спортсмен продемонстрировал умение использования технических приемов в игре и проверил уровень подготовки на тренажере для тренировки бросков. Станислав Аникин приехал на соревнования из Сергеева Посада. Баскетболом занимается 9 лет. Командный дух и самоуверенность. И не бояться самое главное. Сейчас 285 сантиметров прыгнула. Хочу примерно хотя бы метр-три, чтобы сверху закладывать. Всероссийский массовый турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» впервые провели 18 лет назад. В Люберцах он объединил почти тысячу спортсменов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах стартовал 13-й чемпионат России по кабельному вейкборду и вейкскейту. Открытие масштабных соревнований состоялось в день физкультурника и стало настоящим подарком для любителей экстремальных видов спорта. Все подробности в следующем материале. «Чемпионат России объявляется открытым». Мероприятие такого масштаба Краскова Вейкпарк принимает впервые. Более 120 участников из 13 регионов России приехали, чтобы продемонстрировать свое мастерство и мотивировать других заниматься этим захватывающим видом спорта. «По сравнению с другими спортами, здесь есть всегда дружеская атмосфера, независимо от того, из каких вы городов, соперники выявили друзья. Всегда все добродушны друг к другу». Для многих райдеров этот карьер уже знакомая локация. Среди участников соревнований – воспитанники секций по вейкбордингу, открытые на базе Краскова Вейкпарка. «Лебедка очень классная, мне все очень нравится, фигуры тоже. Все отлично. Будем делать все, что в моих силах. Будем кататься и получать просто удовольствие от любимого спорта». Соревнования проходят на новой кольцевой установке. Пятиопорную канатно-буксировочную дорогу длиной 620 метров открыли год назад, тоже во время празднования Дня физкультурника. «Прикладываем максимальное усилие к тому, чтобы сделать популярным эти виды спорта. Ну вот, как видите, по количеству людей уже достаточно популярны. Детей тренируем, маленьких, начиная с 7 лет. У нас есть бесплатная детская секция по вторникам и четвергам. Люди с ограниченными возможностями тоже занимаются бесплатно». Чемпионат проходит по четырем дисциплинам – вейкборд и вейкскейт, где участвуют мужчины и женщины без ограничений по возрасту. Вейкборд – фигуры и сидячий вейкборд. В каждой категории участников определят первые, вторые и третьи места. В парке Наташинские пруды отметили День физкультурника. На территории роллер-дрома состоялись показательные выступления хоккеистов, борцов и гимнасток. На праздники побывали мы. Несмотря на дождливую погоду, Дню физкультурника быть. Хоккейные команды готовятся к товарищескому матчу. Сегодня на роллер-дроме встретятся спортсмены из Москвы и Люберец. Настроение у всех боевое. Совместить приятное с полезным, показать публике, что такое хоккей на роликах, и потренироваться, провести товарищеский матч. Это наша, скажем так, тренировочная база. Здесь мы тренируемся и уже выступаем далее в соревнованиях. В то время как хоккеисты гоняли шайбу на роллер-дроме, перед посетителями парка выступила Ульяна Сафронова. В свои семь лет девочка – многократный чемпион России по спортивной аэробике. Затем на этот же ковер по очереди стали выходить команды по вольной борьбе. Мы привлекаем всех, всех спортсменов, наших коллег, товарищей, людей, которые к спорту не имеют никакого отношения. Мы стараемся всех их приобщить к спорту, сделать их всех спортсменами. Стараемся внести в спорт массы. Это очень важно, потому что это наша жизнь, это наше здоровье. И мы должны нашим детям, нашему будущему вложить это в данный момент, сейчас. Пока у нас есть такая возможность, мы должны это все продвигать. Гости спортивного праздника увидели показательные выступления команд по вольной борьбе из Москвы и различных уголков Подмосковья. Все желающие могли принять участие в мастер-классе от профессиональных тренеров. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин